Дорогие коллеги, позвольте мне поднять здесь тему, которая лично для меня является очень личной, потому что это, пожалуй, является главным мотивирующим фактором, заставляющим меня действовать. Я работаю в системе образования и я вижу, какие вызовы стоят перед ней в свете того глобального кризиса, свидетелями которого мы являемся. Меняется все. Общество, экономика, политика. Меняется, в конечном счете, технологический уклад. И обычно на смену технологического уклада общество отвечает сменой системы образования. Так что нам нужно быть готовым к тому, чтобы система образования радикально преобразовалась. В свете чего? В свете этих вызовов, которые я поделил на несколько категорий. Во-первых, трансформация рынка труда. Разумеется, если меняется технологический уклад, то рынок труда не может не трансформироваться. Сегодня ситуация осложняется тем, что изменения происходят очень быстро и они очень глубокие. Более того, их размах очень значительен. Например, предполагается, что в течение ближайших 25 лет мы потеряем до 50% рабочих мест. То есть это, вообще говоря, очень большая цифра. В принципе, общество теряло рабочие места на протяжении всей своей истории. Но за такой короткий промежуток времени, так много, такого еще не было никогда. Какие можно привести примеры? На ум приходят, допустим, водители автомобилей. То есть не секрет, что сейчас ведутся очень масштабные разработки в области самоуправляющихся автомобилей. И, вероятно, в ближайшие 5 лет мы будем ездить на автоматических такси, да и не только. Конечно, огромная армия таксистов, оставшиеся не у дел, это большая беда. Но на подходе другие смены профессий. Причем некоторые из них, в общем-то, считались достаточно безопасными. Ну, например, безопасными еще некоторое время назад считалась профессия верстальщика сайтов. То есть, казалось бы, творческая профессия, вряд ли она находится под угрозой. Но нет, сейчас видно, что верстальщики сайтов очень скоро будут не нужны, потому что автоматическая верстка сайтов очень прогрессировала за последнее время. Программисты. Ну, казалось бы, все знают, что программисты сейчас все нужны, важны. Все толпой ринулись в этих самых программистов. Но давайте внимательно посмотрим на этих программистов. То есть, программисты сейчас в основном пользуются всевозможными фреймворками для того, чтобы программировать. То есть, они пользуются теми библиотеками кода, которые были накоплены их предшественниками. Ну, собственно, и зачем нужны такие замечательные программисты? Они сейчас могут быть заменены в массе своей на соответствующие алгоритмы. А в качестве главных творческих лиц будут некоторые стратеги, которые определяют, ну, собственно, некоторые направления, собственно, программирования. Такие архитекторы. То есть, они кейщики скоро в этой профессии будут уже не нужны. Самоуправляемые комбайны. Автоматически управляемые грузовики. Между прочим, в Соединенных Штатах армия дальнобойщиков — это 3 миллиона человек. Если взять членов их семей, то получится уже 5 миллионов человек. Если к этому добавить инфраструктуру, которая всю эту массу людей обслуживает, то получится порядка 8 или даже 10 миллионов человек. То есть, можете себе представить, сколько людей останутся неудел просто из-за того, что водители-дальнобойщики потеряют свою работу. Это будет колоссальный социальный взрыв. Ведь это молодые, здоровые мужчины. Которые остались неудел. И проблема здесь даже не в том, что они потеряют работу. Проблема в том, что у них не будет шансов найти другую. В таком состоянии люди впадают в отчаяние и теряют всякую надежду. Другая проблема — это быстрое изменение профессиональных требований. Если раньше специалист, закончивший ВУЗ, мог рассчитывать на 30-40 лет спокойной работы, сейчас только для того, чтобы оставаться на гребне, только для того, чтобы не оставаться, ему приходится бежать изо всех сил. То есть, повышением квалификации нужно заниматься непрерывно. То есть, нужно приучить себя постоянно учиться. Это сложно, к этому не готовы сами люди, к этому не готова система образования. Надо что-то менять, чтобы этой готовности достичь. Кроме того, у нас наблюдается появление и взрывной рост новых отраслей. То есть, это происходит на фоне падения старых отраслей, появляются новые отрасли. И новые отрасли при этом испытывают колоссальный кадровый голод. То есть, смотрите, люди теряют работу, кому-то нужны новые сотрудники, но при этом учителей и преподавателей, которые могли бы подготовить этих самых новых сотрудников, по сути, нет. Потому что отрасль очень нова. То есть, для того, чтобы подготовить преподавателя, требуется время. То есть, нужно, чтобы человек набрал определенную степень профессионализации. Кроме того, нужно, чтобы человек умел преподавать. То есть, чисто по уровню нашей психологии мы не способны так быстро меняться. Однако, изменения требуются. Надо как-то это реализовать. Все равно. То есть, вот такой спектр проблем, которые вызывают у нас трансформация рынка труда. То есть, система образования как-то должна на это отреагировать. Причем, она должна отреагировать на это в условиях ухудшающегося финансового состояния. Потому что, да, действительно, общество меняется, экономика меняется. Мы видим последствия не только кризиса, связанного с коронавирусом. Нет, коронавирус — это просто как бы то, что ретуширует, скажем так, те проблемы, которые стояли перед нашим обществом. Экономический кризис-то начался давно, и с ним связан соответствующий финансовый кризис. Поэтому, безусловно, в условиях финансового кризиса будет ухудшаться финансирование системы образования. То есть, и высшего образования в том числе. То есть, нам предстоит вот так вот радикально и быстро меняться, как мы видели на предыдущем слайде, при этом в условиях ухудшающегося финансирования. Причем нужно понимать, что Россия — это отнюдь не финансовый пункт мира. Пункт находится в другом месте, вы знаете, в каком. Соответственно, туда будут отсасываться постепенно тающие финансовые средства, то есть из России в том числе, а вслед за деньгами туда поедут люди. Поэтому мы рискуем столкнуться в условиях ухудшающегося финансирования еще и с оттоком квалифицированных кадров. То есть, нам нужно меняться, у нас на этом мало денег и мало к тому же людей. То есть, у нас будет перестраиваться экономика. Нас будет здорово трясти в состоянии этого кризиса. И вот нам нужно как-то измениться. Если уж говорить конкретно о физтехе, то, разумеется, нас тоже обязаны затронуть как будто ситуация ухудшения финансирования высшего образования. Ну и ясно, что в этом состоянии нам предстоит бороться за ресурсы, которые будут сжиматься как шагриневая кожа. Итак, вузы, борьба за ресурсы. Наверняка в этих условиях, собственно, будет снижаться финансирование. И первым, конечно, кто это почувствует, это преподавательское сообщество. Потому что в чем уязвимость физтеха? В том, что у нас довольно много преподавателей. То есть, на нас и так Минобор смотрит довольно косо. То есть, ребята, у вас на 8 тысяч студентов 2,5 тысяч преподавателей. Ну, все наши увещевания, что большая часть этих преподавателей является совместителями, ни к чему не ведет. Мы выглядим довольно завидно. То есть, такое соотношение 8,5 тысяч студентов на 2,5 тысяч преподавателей, такого на планете больше нигде нет. Но, естественно, нам будут подрезать крылышки. Кроме того, на все это накладывается некоторая ситуация борьбы за абитуриента. То есть, да, сейчас мы вроде как ее выигрываем. То есть, вот репутация физтеха такова, что вот тот уровень отсечки по ЕГЭ, он колоссально высокий. То есть, на некоторые факультеты, в некоторые физтех-школы, для того, чтобы поступить, требуется набрать больше 300 баллов из 300 возможных. Ну, это нонсенс. С одной стороны, мы можем, конечно, этим гордиться. Но, с другой стороны, вообще говоря, это очень проблемная ситуация. То есть, я уже говорил, что вот тот уровень отсечки по ЕГЭ, который у нас сейчас есть, он лишает нас, в общем-то, на самом деле достаточно талантливых людей, которые просто не являются роботами, которые способны набирать такие высокие баллы. К счастью, у нас еще есть магистратура, и есть как бы некоторый шанс, собственно, подсосать как бы вот этих людей вот через этот канал. Но это в будущем. Ну, а сейчас ситуация такова. Значит, уровень отсечки у нас высок, репутация у нас высока. Но, поверьте мне, мы сейчас находимся в новом технологическом укладе, в котором есть определенная особенность, которая называется «победитель и забирает все». Кто является самым высокооплачиваемым детским писателем? Джоан Роллинг. Значит ли это, что Джоан Роллинг на три порядка лучше, чем следующий писатель? Отнюдь нет. На самом деле, следующий писатель тоже хорошо пишет. И при определенных сложившихся обстоятельствах он тоже мог бы занять ее место. Победители забирают все. Сейчас мы находимся как бы на крыльях этого успеха. Но нет ничего более быстрого, чем в этой ситуации потерять такое лидерство. И тогда мы рискуем свалиться не на одну позицию, а на десяток и даже дальше. Почему? Потому что так построена наша система с ЕГЭ. Не стоит нам почивать на ладрах. Потому что есть масса вузов, которые борются за абитуриента так же яростно, как и мы сейчас. Здесь мы, скажем так, более-менее выигрываем только за счет того, что у нас сейчас высокая репутация. Я не могу сказать, что наша репутация соответствует действительному уровню нашего образования. Мы выезжаем только за счет того, что к нам идут лучшие ребята. Достаточно чуть-чуть снизить этот уровень, и все. Произойдет крах. А это, в принципе, несложно. Представьте себе, потому что другие вузы не стоят на месте. Они постоянно совершенствуют свою техническую и методологическую базу. И они находятся в роли догоняющих. То есть здесь почивать на лаврах очень опасно. Не говоря уже о том, что многие вузы, не будем тыкать пальцами, склонны к привлечению административного ресурса. То есть в этой ситуации борьба за финансы, борьба за ресурсы является чрезвычайно опасным занятием. Как мы можем ответить на эти вызовы? Первый слайд, в котором речь была о изменении рынка труда, однозначно нам говорит, что нам нужно активизировать свою активность на рынке дополнительного профессионального образования. То есть в области повышения квалификации и профессиональной переподготовки. При этом нам нужно готовить наших студентов, нам нужно готовить наших преподавателей к тому, чтобы реализовать модель непрерывного образования. То есть образование всю жизнь. А вот для этих двух форм, по сути, очень хорошо подходят электронные образовательные технологии, очень хорошо подходят смешанные образовательные технологии, потому что они позволяют легко управлять своим временным ресурсом. То есть ученики, которым нужно повышать квалификацию, проще это делают, когда повышение квалификации осуществляется в дистанционной форме. Вот вы сейчас смотрите этот ролик в удобное для вас время. И это является безусловным ободостоинством. Но с другой стороны, ни в коем случае нельзя потерять качество образования. А для этого нужно развивать, во-первых, очно-дистанционные форматы, то есть форматы видеоконференций, вебинаров, обеспечивающие максимально тесный контакт. И с другой стороны, конечно же, смешанные образовательные форматы, особенно в области профессиональной переподготовки. Потому что я не знаю, как можно подготовить нового профессионала без какой-либо толики очной части в нашем курсе. То есть вот, собственно, чем предстоит заняться. И для того, чтобы этим заниматься, нужно построить соответствующую инфраструктуру. О том, что уже построено, мы будем говорить на следующих наших занятиях. Спасибо за внимание. Продолжение следует...